Здравствуйте, я подавала обращение через интернет-приемную на сайте президента и получила сегодня ответ. Вот я бы хотела выяснить, почему мне дан фальсифицированный ответ, не по моему обращению и неуполномоченным лицом. А? А 26-01-33-69-03-91 Но у меня направлено обращение не просто на имя президента, а на президента в качестве руководителя Следственного комитета. Вот этот советник департамента, он уполномочен руководить председателем Следственного комитета, или нет? На имя Следственного комитета вы направляетесь, когда чутик описания Следственного комитета, то, чтобы вы дополняли форму, писали крем 함. Подождите, пожалуйста. У меня написано в обращении президенту Российской Федерации, как возглавляющему Следственный комитет Российской Федерации, в связи с коррупционными действиями председателя Следственного комитета. Значит, я обращаюсь к вышестоящему должностному лицу по отношению к председателю Следственного комитета. Вот какие полномочия у этого советника департамента рассматривать заявления, подаваемые в таком статусе? Я уже обращалась в Следственный комитет. Следственный комитет укрывает сообщения о преступлениях. Он не рассматривает их в установленном законном порядке. В результате права граждан нарушаются, в отношении них фальсифицируются уголовные дела, в это втягивается масса должностных лиц, растрачиваются бюджетные деньги. И все только потому, что председатель Следственного комитета не регистрирует и не производит проверку по сообщениям о должностных преступлениях. Руководитель Следственным комитетом, президент, по отношению к председателю, он является вышестоящим должностным лицом. Поэтому я направила ему обращение. Вот в этой отписке, которую я получила от советника, там вообще написана сплошная фальсификация. Там написано про какие-то судебные акты, которые я обжалую. Никаких судебных актов я не обжалую. До суда еще дело не дошло. А вот когда фальсифицированное уголовное дело дойдет до суда, то вынесут заведомо неправосудный судебный акт. И мне будут писать из администрации президента то же самое. Вы можете обжаловать. Если вы не согласны с рассмотрением обращения граждан, вы можете обратиться повторно на имя руководителя. Так дело в том, что я уже обращалась повторно. Вот ведь написано в этом заявлении, в связи с тем, что первичное обращение в результате пересылки в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру, осталось нерассмотренным. Они как продолжали фальсифицировать 6 месяцев уголовное дело, так и продолжают. И генеральный прокурор, и председатель Следственного комитета. К кому нужно обратиться с заявлением о прекращении, о пресечении злоупотреблений Бастрыкина и Чайки, если не к Путину? Вашего департамента такие полномочия. По его ответу я вижу, что нет, потому что он мне дает фальсифицированный ответ. Он не понимает даже, о чем речь. Мы не комментируем рассмотрение обращений, если мы не согласны с рассмотрением, направляйте обращение. Я не согласна с тем, что мое обращение не передается уполномоченному лицу. Я могу с этим не согласиться? Уполномоченный лиц рассматривать обращение. Тогда объясните мне, какие полномочия у советника департамента аналитического и правового обеспечения? На какие? Подождите, ответ должен давать уполномоченное лицо. Я ей спрашиваю, какие полномочия? Уполномоченные лица, если есть. Где в законе о следственном комитете указано должностное лицо, советник департамента? Я направила не в администрацию президента, извините. На сайте есть возможность выбора. На сайте есть выбор в администрацию президента или президенту. Я пометила президенту. Я назвала конкретное должностное лицо, Путину. Если вы не согласны с рассмотрением обращения, вы можете обратиться повторно и указать, с чем вы не согласны. Скажите, а почему я должна обращаться повторно? Я хочу обратиться один раз. Я вам сказала, я уже обратилась повторно. В первый раз рассмотрел советник и во второй раз советник. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА